Как это ты не поедешь? Я уже почти все вещи собрала. Но я же не думала, что я заболею. А что, если тебе поехать на море без меня? И что же я там буду делать одна? А ты позови с собой Кристину. Думаю, она с радостью согласится. Кристину? А что? Хорошая идея. Иду, иду. Алло, это кто? Кристина, это Мария. Я хочу позвать тебя поехать со мной на море отдыхать на выходные. О, я с удовольствием поеду. А когда? Сегодня. Но у меня ведь ничего не собрано. Мне нужно пойти в магазин и купить все необходимое для отдыха. Не нужно ничего покупать. У меня столько всего. Хватит на нас двоих. А давай я тогда зайду к тебе примерить. А ты знаешь, приходить ко мне не надо. Я с собой возьму все, что у меня есть. Все, пока. Я тебе смс-кой скину адрес, куда ехать нужно. Хм. Странно, что Мария никогда меня к себе в гости не зовет. Похоже, что у нее дома что-то не так. Интересно, что же она скрывает? Мне домой даже друзей позвать стыдно. У Кристины такая красивая комната. А у меня все такое старомодное. Я тоже хочу себе красивую комнату. Мария, что случилось? У тебя что, поездка отменяется? Нет, не отменяется. Просто Кристина хотела зайти ко мне вещи померить. А я постеснялась ее сюда пригласить. Конечно. Сначала здесь нужно навести порядок. В моей комнате уже никакой порядок не поможет. Здесь ремонт нужен. Ты бы видела, какая красивая комната у Кристины. А мне нравится эта комната. Я когда была маленькая, очень ее любила. Мамочка, с тех времен уже все очень сильно изменилось. Теперь у девочек совершенно другие комнаты. Эх, придется мне тащить этот огромный чемодан на море. Надеюсь, Кристине хоть что-нибудь из этого подойдет. Мамочка, а что такое ремонт? Ремонт Виолетта. Это когда все старое меняют на новое. Ух ты! Давай скорее делать ремонт. Я хочу себе новую комнату, как у принцессы. Мария, зачем ты мне взяла этих десять шляпок? У меня только одна голова. Я просто не знала, какая тебе больше понравится. Думаю, из всего этого мне подойдет только желтый козырек. И это все? Если бы я знала, что больше ничего не пригодится, то взяла бы чемодан поменьше. Да уж, было бы проще, если бы я забежала к тебе на примерку. Ладно, я пошла переодеваться. Что-то не очень хорошее начало отдыха. Столько всего набрала и все зря. Ого, сколько всего! А для мальчиков есть что-нибудь? Ага, для мальчиков тоже есть. Вот, полотенце. А что это здесь за распродажа? Это не распродажа, это мои вещи. Ой, Мария, это ты что ли? Не узнал тебя в этих очках. Хи, а я тебя, Панки, сразу узнала. Мария, ну как я тебе? Ой, ты уже не одна? Познакомься, Панки, это моя подружка Кристина. Приятно познакомиться. И мне тоже приятно. Ладно, я пойду. Спасибо за полотенце. Панки, а ты присоединяйся к нашей компании. Будет веселее. А я вам не помешаю? Ну что ты, мы будем только рады. Ну тогда я хочу угостить вас вкусным коктейлем. Здесь недалеко продается. Я сейчас. Девчонки, а вы какой будете? Клубничный, малиновый, апельсиновый? Хи, любой бери. Я все люблю. Я выбрал коктейли на свой вкус. Надеюсь, вам понравится. Этот Панки такой классный. Это точно, просто красавчик. А что, он тебе тоже понравился? Хи-хи-хи, вот это ремонт. Виолетта, не балуйся. Если мы хотим сделать Марии сюрприз, нам нужно поторапливаться. А то выходные скоро закончатся. А я не балуюсь, я помогаю. Надеюсь, Марии понравится ваша новая комната. А что, и мебель новая будет? Конечно, будет все новое. Здорово! Я пойду искупаюсь напоследок. Может быть, вы тоже со мной? Нет, мы лучше позагораем. Как жалко, что сегодня уже домой. Да, мне тоже так не хочется уезжать. Похоже, что Панки больше на Марию смотрит, чем на меня. Неужели она ему больше понравилась? Хорошо, что я вас здесь встретил случайно, а то отдыхал бы один все выходные. И я тоже этому очень рада. Надеюсь, мы и дальше будем с тобой общаться. Конечно, будем. Я должна что-нибудь придумать, чтобы Панки разочаровался в этой Марии. А что, если напроситься к ней домой? И тогда он увидит то, что она так старательно скрывает. Ой, и накупалась я. Ну что, будем домой собираться? А мы уже собраны. Теперь только тебя ждем. Ой, Панки, ты посмотри, какой у Марии тяжелый чемодан. Может, ты поможешь ей донести его до дома? Нормальный у меня чемодан. Сама донесу. Да нет, я помогу. Мне совсем не тяжело. Это совсем не обязательно. Он у меня легенький такой. Ничего себе легенький. Панки, ты только подними его. О, действительно, чемодан тяжелый. Даже не спорь, я обязательно помогу его тебе донести. Ты же поделилась со мной полотенцем. Вот скоро мы все и узнаем. Эх, что же теперь будет? Ой, как мне нравится наша новая комната. Виолетта, выходи быстро из комнаты. Мария уже идет сюда с друзьями. Какая красота. Не могу поверить, что это моя комната. Мария, какая у тебя красивая комната. Теперь понятно, почему ты гостей не приглашаешь. Наверное, переживаешь, что кто-нибудь испортит такую красоту. Да я об этом даже и не думала. Ничего себе. Это что, комната принцессы? А сюда вообще можно обычным людям заходить? Хм, конечно, можно. Вы можете приходить ко мне, когда захотите. Я с удовольствием буду ждать вас у себя в гостях. Ребята, а если вам тоже понравилась моя новая комната, то ставьте лайк и напишите, какая комната лучше. Комната Марии или моя золотая комната. А еще поделитесь этим видео с друзьями. И подписывайтесь на наш канал Веселые Игрушки. Субтитры сделал DimaTorzok